В январе 1970 года в городском поселке Зельва состоялся суд над баптистами-раскольниками. Вопреки советскому законодательству о религиозных культах, они организовали нелегальные молебные собрания, основная цель которых — привлечение детей и воспитание их в духе противоречащим принципам социалистического государства. Используя нелегальную религиозную литературу, жители деревни Бородичи, Шугала и Лазута вели религиозную пропаганду среди детей. Николай Шугала — дезинфектор санэпидемстанции. Образование — три класса. Николай Лазута — колхозник. Образование — шесть классов. Я как хозяин своего дома, и у меня ребенок дома, так я его не то что заставляю, а все-таки он повинуется такому родителям. Песни звучат в борьбе земной. Душа страдает в потоке горя. О, милотерный... Заставляли вы детей посещать молитвенные собрания? Водить я их не водил, а откуда я оденусь и сберусь, покуда я выйду, то они уже ушли. А куда они ушли? Я прохожу на собрание, они там сидят. Мой отец меня избивал за то, что я не ходил в секту, сихотворение... Региозные стихи. Ну, эти сихотворения я давал. Переписывать с книгой давали. Там Шугала давал. Какой Шугала? Николай. Вам известно, что в нашей стране существует закон об отделении церкви от государства и школы от церкви. И известно, что в нашей стране запрещено организованное обучение детей религии и применение к верующим мер наказания и принуждения. Если это отец или что понуждало его, то о Малины и рассказывайте. Когда 22 апреля я пришел в школу, и нам еще раньше этот галстук. Каждый опекун, даже родители опекун, имеют право воспитывать своих детей в таком уважении, как сам. Да, в нашей стране существует свобода вероисповедования. Но это не значит, что вам дано право истязать детей и насиловать их волю. К тому же вы принадлежите к нелегальной секте. Коля, ты уже в шестом классе. Все ребята пионеры. А почему же ты не хочешь быть пионером? Я не хочу. Коля, ты успокойся. Мы же тебя не судим. Нас очень волнует твоя судьба. Мы хотим помочь тебе, чтобы ты мог жить так, как все ребята. Коля, может быть, тебе запрещают быть пионером? Ну, расскажи нам. Ведь есть же какая-то причина. Я сам не хочу. Галстуки нельзя идти на заправку. Это где написано? Библия. И ты сам читал об этом? Ты читал это место Библии? Нет. Ну, что можно сказать об этом ученике? Что это мальчик очень пассивный. Замкнутый. Но не принимает участия в мероприятиях, которые мы проводим. Пионерский галстук он в начальных классах, я помню, носил. В старших классах он перестал его носить. Говорят, что ему запрещают дома. Коля, ты вырастешь. Если наша Родина окажется в опасности, ты будешь ее защищать от врагов? Почему? Потому что они только... Я не верю, что ты не любишь свою Родину, не верю, что ты сам пришел к этой мысли. Слава, как-то в школе ты сказал Заучу, что защищать Родину не станешь. Кто тебя этому научил? Никто. Не правда, Слава, а на молитвенных собраниях. Ты же ходишь на эти собраниях? Хожу. С кем? Один. Но ведь мать и отец тоже ходят. Ходят, а что я маленький, чтобы меня возили? Ну, не такой уж ты и большой. Скажи, а о Шапаеве ты что знаешь? А что ты прочел о Ленине? Я еще лучше. Слава, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? И это нас очень огорчает. Когда я занималась в штамм-классе, я посещала собрания. Мне хотелось вообще в кино сходить. Я не могла отцу это все рассказать, но я сама. Расскажи, пожалуйста, почему Рая ушла из дома? Ну, потому что ее заставляли ходить в эту секту. Она не хотела. Рая, у тебя было желание жить, как все твои сверстники. Веселиться, ходить в кино, читать книги, участвовать в школьных вечерах. И ты решила порвать секты. Было такое желание? Было. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что заставило тебя уйти из дома? Тогда я решила никому не говорить о своей подруге. Алки, рыбачки, все рассказала. Тогда к ним выучила уроки истории. Меня как раз вызвали, я скажу, что я ответить не могу. Но не всегда хрупкая психика подростка выдерживает. На этих невинных молитвенных собраниях методично и настойчиво внушаются идеи о греховности мирских соблазнов, о вечности земных страданий. Это рождает в душе ребенка ощущение безысходности, слабости. И тогда случается несчастье. Не входите. Не входите. Смерть. Эту надпись сделал 14-летний Миша Филон, сын баптистки, перед тем, как вошел в этот сарай. Вошел. При обыске у вас обнаружена запрещенная религиозная литература. Братские листки, вестники спасения, сейтель истины, послания, религиозные беседы для детей и прочее. Магнитофонные записи на семи кассетах. Расскажите суду, как вам это все попало? Этот вопрос не по делу. Как же это не по делу? Не по делу. У вас изъята нелегальная религиозная литература, которую вы и подсудимы использовали. Я еще раз повторяю, этот вопрос не по делу. Но литература-то у вас изъята, и с ее помощью вы губите детей. А я еще раз вам повторяю, что этот вопрос не по делу. Именно такая жестокая ограниченность устраивает тех, кто руководит из-за рубежа деятельностью религиозных сект. Брест. Таможня. Так называемые туристы пытались доставить в нашу страну еще одну партию религиозной литературы. Дайте суду подписку, что будете говорить только правду. Выпуск на небо мы не позволим святым отцам платить жизнями детей. Главари нелегальной секты баптистов-раскольников строго наказаны народным судом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...